Всем привет, меня зовут Молчанов Павел, fatar.ru и сегодня мы снимаем на новый объектив Nikkor Z40mm с диафрагмой 2.0 Снимать мы будем портреты, работать в студии, работать будем как с кроп-камерой, так и с полным кадром Кстати, то, что вы видите сейчас, картинка снимается как раз-таки на этот объектив Он прекрасно подходит для видеосъемки Ну что, погнали! Сегодня мы будем работать с моделью Юлии Подписывайтесь на Инстаграм, он сейчас высветится И начнем работать с естественным светом Камера, как обычно, у нас подключена через кабель Teaser Tool Снимать мы будем в программу Capture One Pro Для того, чтобы лучше сразу оценивать картинку, цвет, композицию и так далее Сейчас я работаю в достаточно стандартном режиме У меня большой источник света — это окно Светит он непосредственно на модель Разница освещения между фоном и моделью у меня большая Поэтому, несмотря на то, что даже у нас белая стена находится за моделью Как вы видите по картинке, ее практически не видно Работая на фокусных расстояниях 50 мм и шире Стоит быть очень внимательными при работе с крупным планом Потому что зачастую не то, что даже геометрия объектива А, в принципе, линейная перспектива таких фокусных расстояний Не позволит вам достичь правильной геометрии объекта Либо модели В нашем случае на 40 мм при крупном плане Я вижу достаточно сильное, наверное, искажение нижней части То есть, опять же, линейная перспектива физикой Ее никто не отменял И в кадре с этим нужно быть осторожным Мне очень хочется посмотреть, как будет вести себя Бакеха в этом объективе Повторюсь, что это диафрагма 2.0 Которая, в принципе, позволяет капитально размыть фон Сейчас я немножко изменю локацию И посмотрим, как он справится с размытием На мой взгляд, 40 мм Хоть это и не очень широкий угол Но все-таки для съемки крупных планов Он, ну, подходит не очень хорошо Потому что все же искажения влияют на картинку И подходят они далеко не всем Возможно, для какой-то арт-фотографии Либо фэшн-фотографии Их можно использовать для того, чтобы картинка стала такой интересной и необычной Но сейчас мы будем работать в интерьере Опять же, этот угол мне позволит показать и интерьер И, ну, так скажем, скрыть линейную перспективу Искажения, да, которые получаются за счет широкого угла И сделать картинку более интересной Работая с более общими планами Старайтесь располагать еще какие-то объекты Перед основным планом В данном случае сейчас я пытался в кадр разместить еще вот эту подушку Таким образом у меня получается перспектива И, кстати, она подчеркивается еще дополнительно светом и размытием То есть сейчас мы работаем на 2.0 И даже колено модели, которое достаточно недалеко находится По расстоянию от головы, уже не резкое То есть на широкий угол вы получаете еще и достаточно классную глубину резкости То есть вы отделяете модель от фона Этот объектив имеет 9-лепестковую скругленную диафрагму Что положительно влияет на качество бакета, так скажем Ну и давайте я вам сейчас продемонстрирую Опять же, я сейчас сниму крупный план За моделью у меня будут прекрасные кустики Увидим, как они будут размыты Для того, чтобы показать размытие как переднего, так и заднего плана Я сейчас все-таки не стал очень близко подходить к модели Снимать там ползапы, то есть такие крупные портреты План был примерно вот такой Но обратите внимание и рука модели, которая находится на переднем плане И все, что находится за ней, размыто достаточно плавно, аккуратно Нет каких-то вот очень контрастных участков Ну, на мой взгляд, для 40 мм это, ну, очень классно Действительно, бака красивая Сам я очень люблю снимать на широкий угол Работать с искажениями, с линейной перспективой И мне, честно говоря, вот это фокусное непривычно Да, я сегодня первый раз работаю с 40 мм фиксом Честно говоря, отнесся я изначально к этому скептично Я не знал, как его показать Но сейчас вот он себя прям раскрыл То есть съемка с каких-то нестандартных ракурсов С низких или высоких Работа с передним планом на открытой диафрагме Картинку делают классную Я думаю, вы это сами прекрасно видите Особенно я люблю работать широким углом Умеренно широким углом Когда я снимаю ростовые портреты Женские ростовые портреты Это позволяет, ну, так акцентировать внимание на фигуре модели Показать длину ног И, ну, в общем, действительно сделать классную картинку И сейчас посмотрим, как геометрия этого объектива И как линейная перспектива 40 мм справится с этой задачей При съемке на широкий угол Я рекомендую снимать вам модель чуть снизу Ну, либо там хотя бы с серединки Таким образом вы визуально вытянете ножки модели Сделаете ее более стройней И, в принципе, возвысите ее в кадре Напомню, такой чисто психологический прием Когда зритель смотрит на снимок, снятый с середины Либо чуть ниже модели Он смотрит на нее снизу вверх И это подсознательно очень влияет на восприятие На мой взгляд, диафрагма 2.0 Ну, не показывает такую прям бритвенную резкость Назвать картинку мыльной я совсем не могу Не подумайте ни в коем случае Но мне хочется посмотреть, как этот объектив Покажет себя на более закрытых диафрагмах И сейчас мы будем работать со студийным светом Постепенно закрывая диафрагму Я думаю, что начнем примерно с четырех А дальше будет видно Ну, а теперь мы поснимаем с импульсным светом Диафрагма у меня сейчас четыре Что касается света, немножко хочу вам рассказать Работаем мы сейчас с двумя приборами Но картинка выглядит очень вообще живо и классно Есть некие сложности с расстановкой света в данном случае Основной источник света рисующий на модели Это у нас большой октобокс Используем мы приборы профото Это 500 джоулей Опять же, стандартная мощность для студий Что касается второго прибора Самого такого интересного Как видите, за моделью сейчас находится зеркало Если бы я не светил никаким образом На те объекты, которые отражаются в зеркале То зеркало было бы просто черным пятном С частично отражающейся дальней стороной головы модели Выглядело бы это, ну, так себе странно, честно говоря Поэтому я использую второй прибор Шторки у меня сейчас прикрыты Частично свет у меня попадает на отражающуюся в зеркале стену Раз И угол я выставил таким образом Что у меня этот свет еще и выполняет роль моделирующего света на модели Опять же, за счет того, что мы закрыли шторки И покрутили угол вот этой вот щели Которая получается между шторками Я смог ограничить освещение таким образом Что свет у меня не выбивает на коже модели никакие детали Он там аккуратненько присутствует Слегка даже заполняет, наверное, тени И мы получаем такую классную, богатую по освещению картинку Работая всего лишь с двумя приборами Мы сейчас немножко изменили световую схему Двумя приборами уже у нас дело не обходится У нас появился третий прибор Это постоянный свет с улицы Отражающаяся поверхность студии Как раз таки это у меня сейчас окно с естественным светом Но поскольку разница интенсивность освещения Уличного и импульсного сейчас очень большая Мне пришлось удлинять выдержку Для того, чтобы постоянный свет стал виден Сейчас я использую одну шестидесятую секунды И у меня свет так легко-легко еще аккуратненько пока что прорисовывается Если я захочу сделать влияние этого света больше Придется выдержку сильнее удлинить Но тогда у меня уже скорее всего пилотный свет начнет влиять также на картинку И на модель и на освещение вокруг С этим нужно быть осторожным Вот с балансом импульса и постоянного света Что касается характеристик объектива Для себя хочу отметить, что на диафрагме 4 резкость уже значительно возросла То есть действительно объектив очень резкий А фокусное расстояние, я сейчас с ним свыкаюсь все больше и больше Работая даже со средними планами Я подхожу к модели достаточно близко Искажений каких-то, которые влияют в негативную, скажем так, сторону Я не вижу, но близкое расположение к модели Позволяет мне уменьшить глубину резкости И даже на диафрагме 4 я могу работать как с передним планом, так и с задним То есть все равно грипп модель мою отделяет На диафрагме 5.6 глубина резкости уже не такая маленькая, как на 4 И тем более как на 2 Но по-прежнему при работе с передним и дальним планом Даже при съемке горизонтально такого среднего плана Вы все равно получаете выделение модели за счет глубины резкости Ну а что касается самой резкости, то здесь она выше, чем на 4 Мы проверили, как этот объектив показывает себя на полном кадре Работая как с естественным светом, так и с импульсным И сейчас мне интересно потестить его на кроп-камере И использовать для этого мы будем новую камеру от Nikon Это Nikon ZF-C Кстати, посмотрите наш обзор на нее, он вышел прям очень классно Работая с кроп-камерами, 40 мм превращается в 60 мм И какие в этом есть плюс? Это уже становится такое портретное фокусное расстояние, ближе к портретному Искажения видны уже не будут Помните, что самые сильные искажения, на мой взгляд, происходят нижняя и верхняя четверть Соответственно, в кропе у нас этого практически нет Вы получаете классную геометрию, относительно классную светосилу То есть это не 1,4, но все-таки 2,0, это более чем И этот объектив становится гораздо более универсальным Хочется отметить, что мы сейчас снимаем на кроп-камеру ZF-C Это очень такая компактная камера Объектив на ней смотрится тоже вполне себе классно Он небольшой и он очень легкий Он весит порядка 170 грамм То есть это такой стандартный объектив Который вы можете надеть на камеру Идти гулять, снимать портреты Снимать стрит или архитектуру В принципе, на мой взгляд, это фокусное расстояние очень удобное Хотя напомню, в начале я действительно скептично отнесся к этому фокусному Сейчас я продемонстрирую вам, как этот объектив ведет себя в видеосъемке Ну, стоит отметить, что он компактный очень С ним действительно легко работать Любой стабилизатор с ним, я думаю, справится вообще в легкую Сейчас мы работаем с Zhiyun V-Bill S У меня включена автоматическая фокусировка Слежение по лицу и глазам модели Субтитры сделал DimaTorzok В заключении хочу отметить, что объектив 40 мм 2.0 вышел действительно удачный И одна из его важных особенностей – это цена Это бюджетный объектив, который обладает действительно классными техническими характеристиками Он имеет достаточную светосилу для того, чтобы вы могли снимать без дополнительного освещения Даже в принципе, когда на улице и не так светло, не сильно увеличивая ISO Что касается резкости, на диафрагме 2.0 ее вряд ли можно назвать такой бритвенной Но и мылом вообще никак назвать нельзя Объектив начинает себя классно проявлять уже с диафрагмы 4 и далее В 40 мм, ну, может показаться такое не совсем стандартное фокусное расстояние Но поверьте, оно действительно очень интересное И позволяет вам классно работать с перспективой Особенно если вы любите снимать с нестандартных ракурсов Используя искажения объектива, ну и работая с глубиной резкости Опять же, диафрагма 2.0 даже на среднем и общем плане позволяет отделить ваш объект от фона Опять же, из-за ширины вам просто приходится находиться ближе Но об этом я вам уже рассказывал Если вас интересуют более подробные тесты оптических характеристик этого объектива То переходите по ссылке в описании Там вы найдете очень подробный текстовый обзор В котором найдете все ответы на ваши вопросы А у меня на сегодня все Спасибо, что досмотрели наше видео до конца Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и задавайте вопросы в комментариях Всем пока!